Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, предлагайте свои темы. Мы с Алексеем готовы и вас поспрашивать, свои какие-то, может быть, предложения, гипотезы высказать. Готовы как-то поучаствовать в вашем вопросе. Сегодня я встретил коллегу врача, и мы разговорились, и как раз вспомнили о нашей передаче. Ну, просто речь зашла. Она говорит, да, я видела, но говорит, что-то не очень много людей вам звонит, или что-то там был разговор, вы обсуждаете что-то, да? Ну, тут вот относительный такой момент, много-немного. Я все-таки думаю о специфике нашей передачи, о том, что сказать о наболевшем, говорить о наболевшем, может быть, тем более публично, озвучивая какие-то свои вопросы, какие-то сложности. Я думаю, что в каком-то смысле даже еще и непривычно. То есть мы не очень, вот, я не знаю, какой ареал менталитета наш взять, городской, национальный, да, в этом смысле не очень привычный, наверное, публично что-то это обсуждать. Вот, но и тем не менее в этом плане звонки, которые есть, они дороги на этом фоне или в связи с этим оказываются. Да, так что мы ждем каких-то ваших комментариев, каких-то, может быть, звонков, обсуждений. Жизнь не стоит на месте, хотя иногда кажется, что идет по кругу, мы сталкиваемся с какими-то похожими трудностями, которые, казалось бы, уже решили, которые уже, казалось бы, отзвучали, отзвенели, точка поставлена в отношениях трудностей, с собственными какими-то переживаниями, трудностями, да, потом оказывается, что как будто все пришло на круги своя. Но если разбираться, все-таки обычно у людей динамика есть. Да, и плюс еще не опасайтесь, может быть, не думайте, что вы зададите какой-то вопрос, если у вас есть желание позвонить, который уже звучал в студии, который уже обсуждался, который уже… Все-таки мы не на уроке, не знаю, там, математики-физики, где уже кто-то спросил, сколько будет дважды два, ему ответили четыре, и уже, ну, как-то глупо или стыдно спрашивать то же самое. У людей вопросы, которые слово в слово похожи у одного и у другого по факту оказываются содержательно совсем разными и по-разному эмоционально окрашенными и по-разному смысловые какие-то конструкции содержат в себе. Поэтому вот у меня такое расширенное приглашение для вас, наши телезрители, может быть, что-то присоединиться, может быть, какой-то комментарий высказать, может быть, кто-то из наших коллег смотрит что-то, так сказать, есть какие-то соображения. Ну, в общем, вот так вот, да. Действительно, Алексей, вы сказали про динамику, и буквально там за долю секунды до произнесения этого слова я подумала о том, что у нас программа идет на протяжении трех лет, и у нас, ну, помимо телезрители, которые впервые нам звонят, есть некий пул, который, пул телезрителей, которые звонят и задают какие-то вопросы. Мы их даже уже по голосу узнаем. И приоткроем такую небольшую завесу, конечно же, мы обсуждаем итоги программы после окончания, и мы замечаем динамику даже у этих незнакомых людей по тому, как они формулируют свои вопросы. Они где-то посмелее становятся, где-то, ну, более так понятными, что ли, для самих себя. То есть они какие-то уже сделали усилия собственные, и к нам вот как будто бы за поддержкой уже обращаются. Я на это, на возможность звонков, на сам звонок еще смотрю с позиции терапевтической, то есть это определенная социальная терапия или практика, да, для кого-то, для тех, кому вообще с трудом даются обращения к незнакомым людям, публичные выступления, разговор, когда тебя слышат много людей, ну, потому что много тревоги, оценивают, узнают, что-то будут обсуждать, и тревога в связи с этим очень высокая. И наша передача, я просто знаю, что есть конкретные примеры. У нас звонок, Алексей. Отлично, да. Да, здравствуйте. 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 Меня зовут Наталья. Мне 70 лет. Вот я обращаюсь к такому вопросу. У меня иногда начинается трясти не с того, не с чего, без всяких, видимо, причин. Вот к кому мне можно обратиться, или что-то вы можете посоветовать? Наталья, может быть, немножко подробнее. Вы в это время что-то делаете, о чем-то думаете, разговариваете? Это утром, вечером? Чаще всего, часов десять, я вот принимаю сейчас фенибут. Одну таблетку, одно вечером. Но скоро будет уже два месяца, нужно заканчивать, принимать. И я вот не знаю, что дальше делать. Наталья, а фенибут ведь вам кто-то выписал, я так понимаю? Да. Ну, вероятно, врач-терапевт. Терапевт. Терапевт, да. А выписал он фенибут по поводу какому-то тоже, да? Вот, типа, панические атаки или что, начинает он просто трясти. Внутри, без всяких, видимо, причин. А вы замеряли сердцебиение, если умеете это делать, то есть ваш пульс, давление в этот момент, а не как себя? Да, да. Да, иногда пульс нормальный и давление нормальное, а иногда, что выходит из-под контроля и начинает все подниматься. А это было до фенибута, когда все поднималось, у меня есть давление. Фенибут мне помог немножко. Но теперь же надо прекращать, вот и... У вас очень, ну, правильный вопрос в этом смысле, да? Я так немножко прокомментирую, пока не кладите, пожалуйста, трубку. То есть, с одной стороны, я так это понимаю, да, я пью фенибут, мне уже стало получше, но где-то внутри я понимаю, что проблема не решена. И мы такой на стыке находимся. То есть, вроде бы, фенибут пора прекращать, но проблема еще остается, да? И одно дело, если бы... Да, да. А вы, Наталья, а вы в этот момент встревожены, наверное, как-то вот своим состоянием? Нет. Я тревожен в своем состоянии, что меня вот так трясет внутри. И без всяких видевых причин. Но если я вот в течение дня не начинаю себя как-то еще успокаивать, но это очень трудом дается, то я и спать не буду. Наталья, ну вот я попробую так, пока мы с вами сейчас разговариваем, попробую по врачебному подойти, ну, поскольку по специальности. Конечно, есть большой соблазн сразу сказать, что вам нужно бы пойти, может быть, к неврологу, а может быть, к психотерапевту сразу. Ну, раз вы назвали такие слова, как панические атаки и так далее. Но по-хорошему бы, может быть, с вашим терапевтом вам нужно, если вы этого не сделали, обсудить, может быть, там эндокринологическая какая-то проблема есть. Вы человек... Нет, все нормально. Вы обследованы, да? Все тогда нормально. Вот, нет, ну там не только териотропный гормон может быть, не только щитовидная железа, может быть, показатели крови нужно посмотреть, посмотреть, как ведет себя сахар в крови. То есть я таким образом что хочу сказать, ну, может быть, для телезрителей и логика какая. Это очень важно. Когда человек обращается и говорит, вот у меня такие физические проблемы, ну, внезапно с моим телом что-то происходит, это не всегда панические атаки. И панические атаки или паническое расстройство ставятся обычно на фоне, когда человек обследован у других специалистов, у эндокринологов. Ну, когда нет органических каких-то поражений, да? Эндокринолог, кардиолог, гинеколог, кто еще может быть там, ну, может быть, вряд ли там инфекционист, ну, терапевт, естественно, да? То есть вот основной… Ну, ЭЭГ, может быть, да, там, не знаю. Ну, это все специалисты, мы сейчас не будем это, да, что основные специалисты посмотрели в соответствии с возрастом и в соответствии с какими-то сопутствующими заболеваниями и говорят, так часто бывает, да, например, говорят, слушайте, это не наше. И тогда то, о чем вы говорите, Наталья, вполне может быть история для невролога, для психотерапевта, тем более, если вы такое слово произнесли, паническое расстройство, панические атаки, может быть, вы уже прочитали где-то, да? Да, если я прочитала, если я сама себе поставила такой диагон. То есть вы так почитали, примерили на себя, и показалось, что это, в общем, про вас. Можно я тоже спрошу, да, Наталья, тоже хочу задать вам вопрос, но не как врач, у меня нет медицинского образования. Вот насколько я в быту сталкивалась с жалобами своих близких, такое бывает после перенесенного ковида. Болели вы или не болели ковидом? Вот мне просто стало интересно. Болел, болел, болел в 21-м году. Ну, сейчас можно сказать, кто не болел, но, в общем, если возвращаться к вашему очень важному и существенному вопросу, к кому, то я думаю, что, наверное, вы все-таки пойдете по истечении приема фенебута к терапевту, ну, хотя бы для того, чтобы согласовать с ним конец приема лекарств. Мне кажется, что это правильно в любом медицинском подходе, где бы, чем бы человек не лечился и где бы не болел. То есть не оставаться один на один со своим этим вопросом, да? Я имею в виду и не оставаться один на один в тот момент, когда происходит отмена лекарства, да, то есть с врачом мы согласуем не только назначение препаратов или каких-то процедур, но и отмену. Это не очень правильно, когда он говорит, через два месяца вы там прекращайте. Ну, найдите время, придите, появитесь, скажите там, Марья Петровна своему доктору условно, да, вот мы с вами согласовали, что через два месяца я бы должна прекратить этот препарат. Мне стало спокойнее, но я чувствую, что проблема не решена. Что вы посоветуете, и Марья Петровна, может быть, что-то скажет. Мне кажется, что, может быть, мне, ну, вот я тут прочитала и примерила, и мне кажется, что у меня что-то связано, может быть, с моими переживаниями. И тогда это вполне возможно невролог или психотерапевт, Наталья. Ну, психотерапевт, напомним, что можно пойти в психдиспансер. Вы в городе Самаре живете, Наталья? Да. Да, можно с этого начать. По ОМС можно обратиться, да, по месту жительства. Да, можно с этого начать, и, по крайней мере, свои, скажем так, жалобы, скажем, медицинским языком, свои какие-то опасения обсудить. С врачом-психотерапевтом у него есть время, он выслушает, он, значит, вот эти все вопросы, которые я задал вам, задаст в более расширенном, может быть, варианте. Ну, или невролог. Психотерапевтов не так много. Вообще, в принципе, это редкий, пока еще редкий зверь, к сожалению. Вот, неврологов побольше, и на ней сейчас наши коллеги вполне компетентны, все более и более становятся в вопросах и, ну, скажем так, условно малой психиатрии, пусть не пугает это слово, да, но там в вопросах депрессии, тревоги, панические расстройства, они как раз к тревожным относятся. И большая часть неврологов нынешних, они очень вот эти пограничные состояния очень неплохо диагностируют, и по необходимости Наталья, например, назначают свои препараты и отправляют кому-то из коллег, допустим, вот тех же самых психотерапевтов. Вот, поэтому... Мне невролог сказал, отдыхайте, отдыхайте, держите, отдыхайте от этого лекарства, держите, не согласны. И поэтому задал вам вопрос, может быть, с вам можно обращаться? К нам можно приходить в медицинский центр Софии, я не часто об этом говорю, но я, собственно, здесь в определенном смысле как главный врач центра нахожусь, да, и там бегущая строка есть, наши координаты там указаны. Поэтому, конечно, приходите, мы попробуем разобраться и, значит, сориентироваться, как дальше выстроить вашу лечебную дорогу такую. И спасибо вам за звонок, Наталья. Да, Наталья, спасибо за звонок. До свидания, всего доброго. Вот, спасибо, Наталья, еще за звонок. Это Елена, я вам и, может быть, телезрителям. Это очень частая история соматических каких-то нарушений, ну, соматических телесных, сома – это тело, да, то есть телесных нарушений, которые сначала людей нацеливают на идею вполне логическую, что с моим телом что-то не так. И они начинают ходить по специалистам, мы уже об этом говорили, но еще раз повторимся, да, это не помешает. Они начинают ходить по специалистам, которые занимаются телом, или отдельными, ну, у нас специалисты частями, да, системами или органами занимаются, да. Пошел к кардиологу, и да, и нет. Ну, скажете, в пределах возрастной нормы, да, как они обычно говорят. Да, если сократить… Да, есть, конечно, вот то, что Наталья сейчас сказала, и тоже такие ситуации бывают, не буду никак комментировать, и действия коллег никак не буду комментировать. Ну, есть, которые в силу каких-то своих причин коллеги говорят, ну, что вы хотите, это ваше там возрастное, или что вы хотите, мы все устали, или что вы хотите, мы все встревожены, или доктор иногда говорит, я сам не сплю, и мол, ну, если вы не спите, чего вы с меня хотите. У меня тоже уже там болит, я с таким сталкивалась, у меня там и там болит. Да, да. Ну, доктора – это тоже люди, и мы иногда, так это, заочно просим, к нам тоже снисхождение, как к людям, мы иногда заняты какими-то своими мыслями, своими переживаниями, поэтому, наверное, вы в этот момент выходите из кабинета, идете к какому-то другому специалисту, ищите для себя, спрашиваете у своих соседей, родственников, читаете в интернете какие-то отзывы, да, вот, и ищите для себя доктора, который вызывает ваше доверие, который, у которого есть опыт работы, и так далее, и так далее, и так далее, с которым вы сможете выстроить. Ну, и хотелось бы, чтобы у этого доктора был широкий кругозор, потому что, ну, продолжаются вот эти разговоры после посещения тех же неврологов, когда там знакомые говорят, вот я невролога спрашиваю, может быть, у меня психотерапевта, а невролог говорит, все это вообще забудьте, вот вам таблетки, идите пейте. А есть все-таки уже неврологи, которые и другие врачи, которые так покопавшись в соматических каких-то вот этих проявлениях, говорят, ну, нет, все-таки вам надо обратиться к психологу или к психотерапевту. Вы правы, Елена, и веяние времени это или, ну, тут можно многое что анализировать, почему в определенное время к психическим, к душевным проблемам больше уважения и признания, что они действительно есть, что это не просто человек устал, иди отдохни, да, что это такие же нарушения, ну, если говорить медицинским языком, это такие же расстройства, которые требуют всего того же, всей той же схемы, как и того же отношения к, ну, расстройству, к болезни, к человеку. Тут еще в большей степени человек возникает с психикой. То есть, если условно, без обид, да, ну, какой-то орган отдельно можно рассматривать, пересаживать, отдельно рассматривать без человека, но мы знаем, что когда человек в этом участвует, то этот орган быстрее выздоравливает и так далее, и так далее, то психику без человека невозможно. Собственно, сам человек и есть в определенном смысле его, ну, не столько психический аппарат, сколько вот это содержание, да. Вот, и специалисты сейчас, ну, не знаю, мне кажется, что в Самаре, я сугубо свое мнение выскажу, что мы движемся в хорошем направлении, я просто вижу, слышу, что ко мне, к моим коллегам приходят пациенты от соматических врачей, от урологов, от проктологов, от неврологов, от терапевтов и так далее. И мы, в свою очередь, направляем, когда там есть какие-то моменты, связанные с неврологией, например, очевидно, да. Ну, конечно, человек, ну, допустим, он сходил, прошел все обследования, доктора говорят, все в пределах возрастной нормы, и вроде, ну да, идите со своими симптомами, теперь уже к психотерапевту. Но есть ведь и другая ситуация, где человек проходит все эти обследования, и у него находит какое-то заболевание, ну, против которого там, ну, не против, а для лечения которого начинают выписывать таблетки. А по сути это же тоже ситуация, где тоже можно было бы сходить к психологу-психотерапевту, потому что каждый все равно свою собственную жизнь проживает, и со своей болезнью, со своими симптомами один на один остается. И вот уже специалисты с приставкой ПСИ могут помочь принять вот эти какие-то изменения в организме, да, как-то адаптироваться к диагнозу, возможно, к изменению в ритме жизни, в режиме, в питании, там, вообще к любым каким-то изменениям. Конечно, Елена. Я вот сейчас вас слушаю, я одну маленькую историю расскажу, я надеюсь, что у нас есть время, или вы мне просигнализируете. Как пример, мне очень нравится этот подход, и я вспоминаю в этом смысле, был такой венгерско-английский психоаналитик Майкл Балент, он написал замечательную книжку про врача, пациента и его болезнь. Он очень много работал с... Так и называется, врач его пациент, его болезнь. Врач, пациент и болезнь, да. Вы сказали так про, и не очень понятно, вдруг кто-то захочет прочитать. Да, и вот я просто хотел суть рассказать. Он очень много работал с врачами, не психотерапевтами, не психиатрами, а именно соматического профиля. И доктора рассказывали ему сложные случаи. Ну, допустим, условно, что Наталья сложный случай для своего невролога. То есть она приходит... Нет, для терапевта нет. Невролог, который говорит, идите отдохните. Наталья, я воспользуюсь вашим примером. И пациент приходит к своему врачу и говорит, со мной что-то не так. Врач его смотрит и говорит, успокойтесь, дорогой или дорогая, с вами все хорошо. И в этот момент... И пациент уходит, и приходит к нему еще раз, через некоторое время, или к другому доктору. Что происходит, пишет Балин, да, очень интересная вещь. Приходит пациент в стревоженность, что с ним что-то происходит. Врач его смотрит и говорит, ну, может быть, там действительно ничего особенного нет. И говорит, надеясь, что он таким образом успокоит пациента, с вами все нормально. Не тревожьтесь, живите дальше. А пациент себя ощущает неуслышанным. С ним все равно что-то происходит, что-то там в нем завелось. И здесь возникает очень интересный момент. Доктор работает на снижение тревоги, вот этими словами. Ну, все с вами нормально. Возрастная норма, там еще что-то. А пациент не услышал чего-то для него важного. И Балин пишет о том, что... Мне очень нравится эта мысль, что человек, обращаясь к доктору, по большому счету, приходит за согласованием неким. То есть его действительно что-то беспокоит. Может быть, не по профилю этого доктора. Но тогда работа доктора в том, чтобы услышать это и отправить пациента к врачу другого профиля. Но главное услышать, сказать, слушайте, я понимаю, что вас что-то беспокоит. Мы сейчас все сделаем, чтобы найти то, что вас беспокоит. Вот я хотел вот это показать. Вот этот... Как будто и тот заботится, ну, специалист, да, и пациент хочет что-то. А дело в коммуникации. Балин очень много занимался вот этой коммуникацией между врачом и пациентом. И когда врачи начинают это понимать, что пациент что-то хочет быть услышанным, мы тоже такие звонки слышали, он начинает прислушиваться к тому, что ему приносят, и отвечать на вопрос. Либо по своему профилю, либо вот направлять к кому-то из коллег. И он, ну, если так метафорически, он приводит, приносит себя специалисту и приносит свою болезнь. Какое-то свое страдание. И когда сидит врач напротив и говорит, да ладно, все у вас нормально, он, по сути, обращается вот к этой самой болезни, к ней адресуется человек, он так и остается. Ну, как будто говорит, что я не вижу вашей проблемы, я не замечаю этого. Он как будто немножко выступает как глухой, как слепой, доктор такой. И, конечно, пациент, понимая это или ощущая это, тревога его не снижается, а наоборот увеличивается. Этот доктор не нашел, что меня беспокоит. Он идет к другому специалисту. И это, эти походы могут длиться очень долго. И тогда он ищет для себя специалиста, да. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, за наш разговор по душам. Спасибо, Наталья, вам, что вы нам позвонили. И у нас вот живой разговор такой случился. Да, спасибо, Наталья, вы такую очень тему важную своим звонком подняли. Спасибо, до свидания. Берегите себя. Спасибо, Наталья. 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 Спасибо, Наталья.